В минувшую пятницу глава администрации города Олег Черевко провел пресс-конференцию для городских и окружных СМИ. Большая часть вопросов, которые задали журналисты, дублировала обращение горожан на форум «Доска позора». Центральными темами обсуждения стали строительство и благоустройство города и перспективы дальнейшего развития Лабутнанок. Первый вопрос, заданный журналистами, касался доклада по итогам ушедшего года, который глава представил Лабутнанским депутатам на последнем заседании Думы. Ответ получился кратким. Олег Черевко выделил из всего доклада всего два основных момента. Первый – это то, что был сохранен принцип реализации расходных обязательств с учетом кассовой сбалансированности. То есть мы не брали никаких заимств. Это очень важно для нашего города. И второй принцип – это то, что все-таки сохранилась социальная направленность бюджета. Каждый третий рубль уходил именно на эти цели. Это хорошая такая, сохраняемая годами тенденция. Я думаю, она такой и должна остаться. В принципе, это две вещи, которые являются самыми важными. Все остальное было подробно. Мне кажется, очень подробно было разложено в докладе. Он будет все равно на сайте. Вы сможете с ним ознакомиться и там подробно почерпнуть необходимую для вас информацию. Самой обширной оказалась тема перспективы развития города, а значит и строительства. Если говорить о жилье, то здесь, по словам Олега Леонидовича, главное – сохранить объемы прошлого года. А вот с точки зрения объектов социальной инфраструктуры, лабутнанцев ожидает много новинок. У нас план вводов в этом году – это детский стационар, плоскостное сооружение, стадион, районная Дзержинская, студенческая. Это спортивное ядро возле школы номер один. Мы все-таки в этом году его доведем до логического завершения и готовы будем предъявить уже к первому сентября. Нельзя выбрасывать капитальный ремонт средней школы номер 8 и детский сад «Сказка». Что планируем еще начать в этом году? Буквально в понедельник приезжает специалист его магнум из Москвы. Он уже будет осматривать строительную площадку на пересечении улиц Дзержинского и Гешгорна под строительство спортивного центра с бассейном. Есть договоренность, есть понимание. У нас есть уже проект. Сейчас идет вопрос привязки его, реальные привязки на месте. Я думаю, что мы в ближайший месяц уже сформулируем нашу линию поведения, потому что не все так просто у нас с бюджетом в этом году, к сожалению. Но это характерно для всех муниципальных образований, в том числе, как и для УТОГа в целом. Поэтому мы выработаем, как мы будем добиваться поставленной цели. Но я надеюсь, что в этом году мы уже начнем бить сваи. Добивать там есть военное поле, но после экспертизы мы будем уже двигаться каким-то понятным для нас курсом. В этом году мы хотели бы все-таки закончить проектно-изыскательской работы по объединенной библиотеке с музеем. Это очень важный объект. Он позволит нам все-таки вывести из оборота те квадратные метры, которые сегодня располагаются в жилых домах. И, честно говоря, действительно нам не хватает денег. И реализация в последующем освободившихся площадей, я уже повторюсь, она даст нам глоток свежего воздуха для обновления нашего портфеля проектных работ. И то же самое мы должны понимать, что капитальный ремонт, мелкий капитальный ремонт, который в этом году был приостановлен, но для того, чтобы мы смогли правильно подготовить проектно-изыскательную документацию, он все-таки должен быть возобновлен в 2014 году. Что хотелось бы увидеть в 2014 году? В 2014 году хотелось бы увидеть начало работы на объекте «Крытый каток» или «Ледовый дворец», как его называют, в зависимости от проектного решения. Проработана максимальная тема по строительству зданий суда. Мы заявились, подготовили техническое задание, сформулировали, отдали в профильный департамент для, скажем так, для нас включения в список на 2014 год по началу строительства. Сейчас в этом году строится здание в Салихарде, насколько я знаю. Вот в следующем году хотелось бы увидеть строительство уже у нас в городе. Ну и, пожалуй, самым важным объектом нужно стать МФЦ, потому что на сегодняшний день многофункциональный центр и, соответственно, тот электронный документоборот, который будет в нем осуществляться по приему заявления обработки тех документов, которые необходимы нашим горожанам, он существенно облегчит жизнь нашим жителям. Они в конце-то концов перестанут передвигаться по всему городу, пытаясь получить необходимые документы и справки. Но вот, пожалуй, если вкратце, это вот тот набор объектов, который хотелось бы увидеть вот в этих двух годах. Журналисты затронули тему и капитальных ремонтов жилья. В прошлом году этот вопрос оказался в числе проблемных. В этом году осуществить все задуманное тоже не получится. Тем не менее, ремонты все же будут проведены. Если начально мы заявляли 15 домов на общую сумму 48 миллионов, то вчера мы получили соглашение, где действительно все муниципальные образования претерпели определенный секвестр в плане финансов. И поэтому конечная цифра по этому году это будет 7 домов на общую сумму 27 миллионов рублей. Но соглашение уже пришло, мы его уже получили. Поэтому смело вам могу сказать, именно в таком ключе мы и будем строить свою работу. 27 миллионов, 7 домов. Большая часть вопросов, заданных за час беседы, была взята с форума «Доска позора». Олег Леонидович рассказал о планах по благоустройству. В частности, в этом году в Лабытнангах появится «Аллея слабы» возле отдела Министерства внутренних дел. На улице Дзержинского будет выстроено кольцевое движение. Масштабного ремонта дорог в этом году не предвидится. Тем не менее, все, что дорожники не успели сделать в прошлом году, этим летом планируется завершить. Самую популярную тему всех предыдущих встреч, сферу ЖКХ, на этот раз практически не затронули. Но вопрос про чистоту и порядок все же задали. Вы знаете, чувство двоякое. Конечно, отрадно видеть, когда люди переезжают с ветхого аварийного жилья, занимают жилые площади в новых домах. И до глубины души обидно то, что ровно через три месяца практически многие подъезды напоминают их предыдущее жилье. Я не знаю, как это, ментальностью, не ментальностью, но при таком отношении мы даже то жилье, которое сегодня, в этом году, в прошлом вводим в эксплуатацию, мы буквально его можем привести в никудышнее состояние буквально за 2-3 года при таком отношении. То есть жилье, место проживания поменялось, отношение осталось тоже. Так нельзя. Я выхожу из подъезда, я живу 1 Майская, 57, петля сломана, это бита. Уже ничего не напоминает о том, что этому дому еще нету ввода. Ничего не напоминает, поверьте. Поэтому, наверное, это же и проекцируется и на придворовую территорию, и, наверное, на и вообще отношение к благоустройству города. Мне бы очень хотелось, чтобы все-таки отношение самих жителей поменялось. Очень. Потому что как часто бы мы действительно не убирали, и какие бы мы денежные средства не вкладывали в ежегодную ликвидацию этих всех несанкционированных свалок, каких-то там неорганизованных сбросов домашнего скарба. Но, правда, такое впечатление, что жизнь закончилась буквально за дверью дома. Не могу объяснить, но, тем не менее, это не значит, что мы должны молчать. Нет, мы будем работать, будем работать, будем работать. Полную версию пресс-конференции главы администрации города Олега Черевко смотрите на канале Лабытнанского телевидения в среду, 5 июня в 20 часов 30 минут.